Христос Воскресе! Воистину Воскресе! Дорогие братья и сестры, сердечно всех приветствую с праздником всех святых коллективной общей именинной в Церкви Христовой и мы для нас святость в первоначальном смысле это слово означает тот, кто назначен и принадлежит Богу и святыми назывались и вещи, которые участвовали в служении Скинии Завета то есть в Ветхозаветном первом святилище единому Богу это то, что было изъято из мира условно называя его профанного становилось сакральным святыми, божьими людьми земля полница конечно в совершенно несопоставимой пропорции с тем, как она полнится просто рождающимися в этот мир людьми мы знаем есть такие слова не устоит село без праведника достаточно и помня вот этот торг который вел с Богом праотица в Рам который всем сердцем желал чтобы Бог не наказывал Содом и Гоморру да и вот мы видим как уменьшалось количество никого не нашлось в городе никого не нашлось чтобы оправдаться святые люди люди святой жизни святость проявляется многообразно мы знаем различного рода подвиги духовные некоторые из них очень странные вот на с точки зрения здравого смысла там или такого обывательского сознания да у нас даже допустим если среди родственников кто-то начинает каждое воскресенье молиться на литургии это уже религиозный фанатик для всей остальной родины вот оказывается малейшая подвижка к Богу да вот когда душа наполняется вот этим нельзя сказать настроением да находится в состоянии как псалмопеев упоет да что как стремится олень к источникам вот так и душа моя к Дому Божию к Богу Живому вот эта вот эта тоска по Богу проявляется в человеке она порой проявляется совершенно неожиданно для самого человека именно поэтому именно поэтому у многих людей возникает такой вопрос недоумения да почему в церкви вот эти люди стоят чем они отличились но мы всегда помним и смирение наше пред Богом всегда помним позволяет нам оставаться в этом святом месте потому что не мы выбираем Бога а Он избирает нас Он наполняет свою благодатью как сосуды наполняет души и тела стремящихся к Нему вот и сегодня день который запечатлевает и провозглашает то что в этом мире вот в таком в нашем мире есть возможность для Бога общения есть возможность освящения то есть любой человек который стремится исполнить заповеди Божии прославлены в лике святых или не прославлены неизвестны миру не людям но сердце которого отверсто пред Богом такая жизнь такая человеческая жизнь свидетельствует о первоначальном замысле Творца о своем творении о самом человеке о любви Бог творит из небытия из ничего этот мир по любви Божией из небытия в бытие приходим мы и те кто собирается в летнем периоде в таком малом количестве в храмы вновь и вновь свидетельствуют этим коллективным общинным возгласом Твоя Твоих Тебе приносим по всех и за вся о том что весь мир вся наша жизнь все наши дети все наше дыхание все принадлежит нашему Творцу от него исходит и к нему предназначено прийти а к нам пришел отец Александр ученик сегодня батюшка в этот праздник святой приветствуем вас в сердечном нашем храме вот вам крест вот перед вами паства ваше слово ваше слово во имя отца и сына и святая битва возлюбленные мои христос воскресе во истину воскресе Серафим Саровский добавлял к этому радуйтесь христос воскресе во истину воскресе о том что христос воскресе знает каждый даже и неверующие ученые могут знать и мы радуемся но в чем проявляется радость видим мы молдую листрунзею и радуемся видим цветы полевые и садовые и радуемся но всегда ли мы радуемся когда видим венец творения Божьего по цветам и оборужающему миру морю в воде это Божье создание и радость она была приятна в лицо Божье но есть венец творения человек всегда ли мы радуемся когда видим другого мы рассуждаем это хорошее это плохое ну ладно мы отделили бы плохие поступки от человека скажем человек хорошие поступки нужные ладно мы сказали вот человек и сам хороший и по сути еще проявляется радость рукопожатие мы не всегда это делаем делайте возлюбленные во внимание друг друга мы это редко делаем делайте мои возлюбленные обнимайте и радуйтесь друг от друга улыбайтесь улыбайтесь но медиканцы они учат со школьника лет улыбаться те кто увидел и не важно как ты не мотучишься все равно улыбается он радуется ему понуждает себя раду видеть друг друга оставьте вашу печаль потом на лавочке поделите расскажите печали ну вы рады просто рады вид ты жизнь ты в храм ты дошел я здесь я вне твоего друга и в этот акте даже в простом покажении это таинство эпидемия духовное русское черта я не знаю но попробуйте но вырустся друг другу не встречи а печали потом уже лавочке и накуплене за чай но радуйтесь Христу это выше нашей печали и бога спасения радуйся в христос воскресе я здесь поздравляем Софию Яскевич днем рождения спасибо спасибо воскресе Благоденственное мирное житие, здравие, жизнь, спасение во всем благое поспешение Подашь, Господи, рабе Твоей, младенцу Софии И сохрани я с родителями и сродники я на многое лето